Сегодня назрел разговор о философии утешения. Философия, которая, строго говоря, не является политической, и тем не менее выходит из нее, или, по крайней мере, выходит из философии Сократа. Сократ есть отец философии, и в этом смысле, пожалуй, вся философия, серьезная философия, действительно начинается с Сократа. Досократическая философия – это философия физиков, философия исследователей природы. Сократ первый, кто обращает свое исследование прочь от природы как таковой, от фюзис, к человеку, к природе человека. И, как и всякая подлинная философия, его философия начинается с рассмотрения общепринятых мнений о том, что такое человек или в чем заключается особость или цель человека. И первое, что Сократ узнает, это то, что у человека действительно есть цель. И цель человека – это счастье. Счастье, говорит общепринятое мнение, – это достижение некоего блага. На этом общепринятое мнение останавливается, потому что ответы на вопрос, что такое благо и как его достичь, являются спекулятивными. То есть практически каждый из современников может предложить свой ответ на этот вопрос. Соответственно, здесь, несмотря на то, что философия принимает посылку о цели человеческой жизни как счастье, она вынуждена разойтись с общепринятым мнением и попытаться выяснить, что такое благо для человека как человека или что такое человеческое благо. И как его можно достичь, если вообще можно. Однако разговор о Сократе – это большая иллюзия. В частности, потому что нет никакого сократовского учения. Сократ не создал философской школы. Вместо создания философской школы Сократ создал нескольких учеников, каждый из которых основал свою школу. И среди тех философов, учеников Сократа, о которых мы знаем, мы наблюдаем довольно странный парадокс. Дело в том, что ни один из них не согласен с другим. Все они не согласны между собой. Школы, созданные ими, отличаются настолько, кажется, насколько это вообще возможно. Из тех учеников Сократа, которые оказались философами, о которых мы хоть что-то знаем существенное, мы легко можем выделить две группы. С одной стороны – это Платон и Ксенофонт, с другой стороны – это Аристип и Антисфен. Платон, как вы знаете, является основателем идеализма, в кавычках «школы идеализма». Ксенофонт является его оппонентом, он является продолжателем школы политического реализма. Ничто не демонстрирует это различие между Платоном и Ксенофонтом так сильно, как тот факт, что у Платона Сократ нередко употребляет слово «идея». У Ксенофонта он не употребляет этого слова никогда. С другой стороны, мы находим еще одну группу философов, учеников Сократа, которая, кажется, не является политической. Аристип и Антисфен не имеют политического учения. И тем не менее, они снова противостоят друг другу. Антисфен является создателем школы кинизма, школы презрения к телесности, школы представления о хорошей жизни, как о жизни на улице, как о собачьей жизни. С другой стороны, Аристип является основателем школы гедонизма, причем сугубо телесного, практически радикального гедонизма. И все эти четыре человека, я напоминаю вам, являются учениками Сократа. После Аристипа гедонизм продолжает существовать еще в нескольких формах. Не только в форме его собственной школы Керинаики, но и в двух других довольно популярных и крайне известных философских учениях, а именно в форме эпикурейства и стоицизма. Поэтому было бы неплохо посмотреть, что объединяет эти школы. Или, вернее, было бы неплохо задаться вопросом, какой ответ дает Аристип на вопрос о человеческом счастье, и почему он и его наследники, наследники, конечно же, в кавычках, дают именно этот ответ, а не какой-то другой. К сожалению, об Аристипе и его учениках известно немного, а то, что известно, опирается на фрагменты и компиляторов. Тем не менее, учение Аристипа можно попытаться реконструировать. Аристип уверяет нас, что счастье – это совокупность удовольствий, как бывших, так и настоящих, так и будущих. Из этого становится ясно, что удовольствие и есть благо. Но что же такое удовольствие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, Аристип предлагает нам вернуться к природе человека, говоря о том, что если мы посмотрим на новорожденного, то увидим, что он ничем практически не отличается от других животных, что он естественным образом стремится к удовольствию и избегает боли. При этом, понятное дело, так как новорожденный не обладает развитой душой, подлинное удовольствие, а как и подлинные боли – это телесные удовольствия и телесные боли. Они связаны только с телом или в основном только с телом. Здесь надо заметить, что Аристип является радикальным гедонистом. Радикализм, гедонизм Аристипа заключается не в том, что он считает, будто телесное удовольствие превосходит удовольствие душевное, но в том, что между удовольствиями и болью нет нейтральной позиции. Это означает, что формула счастья для Аристипа будет выглядеть как максимум телесных удовольствий на единицу времени. Однако, для того, чтобы иметь возможность достигать этих удовольствий, считает Аристип, не нужно стремиться к ним. Иными словами, Аристип полагает, что гедонист никогда не должен быть рабом удовольствий, что он всегда должен иметь способность контролировать их для того, чтобы не получать боли от их недостижения или от их плохого достижения. Ибо он определяет боль как резкое движение души, а удовольствие как плавное или медленное ее движение. Соответственно, если кто-то слишком рьяно стремится к удовольствиям, тот оказывается в ситуации боли, в ситуации слишком резкого движения души. И наоборот, тот, кто способен удовольствие контролировать и получать их по мере того, как они сами идут к нему, тот оказывается в ситуации постоянного удовольствия или близкой к этой ситуации, то есть в ситуации счастья. Я прошу заметить, что в философии Аристипа нет места моральным категориям. Не только потому, что он полагает, что телесные удовольствия стоят выше душевных, но и потому, что выдвигает вперед позицию, звучащую очень просто. Удовольствие есть удовольствие. Или удовольствие равно самому себе. Что это значит? Это значит, что удовольствие, полученное в результате несправедливых дел или удовольствие, полученное в результате преступления, абсолютно такое же, как и удовольствие, полученное законным путем. Осетр, которого вы украли, на вкус такой же, как осетр, которого вы купили или осетр, которого вам подарили. В этом смысле гедонизм с самого начала оказывается трансморальным или будет лучше сказать имморальным, то есть не имеющим отношения к добродетели и, что еще важнее, не имеющим отношения к другим людям, не коллективным учением, а учением индивидуальным. Радикальная позиция Аристипа, однако, преобразовывается наследниками гедонизма, именно в первую очередь эпикурейцами. Об эпикурействе нам тоже известно не так много, потому что не так много сохранилось, но, к счастью, уже что-то сохранилось. С одной стороны, мы имеем некоторые произведения самого Эпикура, это несколько его писем, главные мысли и ватиканские изречения, которые представляют собой изложение эпикурейской доктрины в противопоставлении эпикурейской философии, потому что последняя оказывается изложена не в дошедших до нас трудах Эпикура, но в дошедшей до нас поэме Лукреция, поэме, называющейся о природе вещей. Именно в ней не Эпикур, но последующий за ним Лукреций излагает эпикурейскую философию как отличную от эпикурейского учения или эпикурейской доктрины. Мы сейчас постараемся сконцентрироваться именно на эпикурейской доктрине, чтобы потом на контрасте показать, насколько более чудовищной выглядит эпикурейская философия по сравнению с эпикурейским учением, предназначенным для успокоения или утешения людей, не являющихся философами. Итак, Эпикур начинает с того же, с чего начинают и его предшественники. Он ставит вопрос о счастье и говорит нам, что счастье есть достижение атораксии, достижение безмятежности. эпикур снова говорит нам о том, что для того, чтобы понять человека, нам нужно обратиться к младенцу. И обращение к младенцу, то есть к наиболее естественному человеку, показывает нам, что все, что делает младенец, это испытывает боль, затем стремится к удовольствию, чтобы ее заглушить или уравновесить, после чего успокаивается. В случае младенца боль это физическая боль, голод, его удовольствие это физическое удовольствие, кормление, употребление молока. Но почему-то младенец не употребляет молоко бесконечно, то есть не получает удовольствие бесконечно, не стремится к получению бесконечного удовольствия. Напротив, он стремится к удовольствию только когда испытывает боль, то есть стремится к груди только тогда, когда испытывает голод. И, утолив этот голод, больше не стремится к ней. Он успокаивается, получая срединное состояние между болью и удовольствием. Эбикор предлагает нам исследовать боль и удовольствие и выяснить, какого типа они бывают. И говорит нам, что очевидно, боль и удовольствие бывают двух типов. Они либо телесные, либо духовные. Телесные боли – это не только физическая боль, но и любые состояния, воспринимающиеся как неудобные. Голод, холод, жажда и так далее. Душевная же боль – это страх, то есть в первую очередь ожидание телесной боли. Выяснив это, Эбикор предлагает нам задать вопрос, какая из двух типов боли страшнее или хуже? И ответ на этот вопрос очень прост. Телесную боль легко переносить, если мы знаем, что она закончится, если мы знаем, что нам есть чем ее уравновесить. Душевная же боль или страх не может быть уравновешена тем спокойствием или тем удовольствием, которое мы получаем сейчас. Для прояснения здесь можно привести пример. Если вы идете после работы домой, уставшие по ужасной жаре, вы устали и испытываете боль, вы голодны и испытываете боль, вам жарко и вы испытываете боль. Все это телесные боли. Но вы готовы терпеть их, потому что вы знаете, что скоро окажетесь дома, где сможете поесть, попить, отдохнуть и где будет кондиционер. Именно поэтому вы способны практически не замечать эти боли. С другой стороны, если бы вы вдруг оказались посреди тайги, будучи абсолютно сытым, в комфортной одежде и не находясь под, скажем, палящим солнцем или какой-то ужасной вьюгой и жуткой минусовой температурой, вы, тем не менее, испытывали бы страдания банально потому, что вы не знали бы, а сможете ли вы вообще дойти куда-либо за сегодня? Где ближайший город? Есть ли тут поблизости какие-то населенные пункты? Можно ли будет ночью найти себе укрытие? Нет ли тут хищников, которые с удовольствием полакомятся вами? Получится ли у вас обнаружить какую-либо еду, когда наступит голод? И таким образом, даже если вы сыты и вам тепло и хорошо сейчас, это спокойствие никак не способно компенсировать тот страх, который вы испытываете за будущее. Соответственно, эпикурейское учение, понимая, что страхи гораздо сильнее, чем боль, выдвигает вперед так называемый тетрафармакон или четырехстороннее лекарство. Потому что среди всех страхов, полагают эпикурейцы, которые человек только может испытать. Существует четыре основных. Первый – это страх перед богами, рассыпающийся на две части. Страх перед божественным наказанием при жизни и страх перед божественным наказанием после смерти. Во-вторых, это страх перед смертью, который опять-таки распадается на два страха. Непосредственно страх умереть, страх смерти. И страх не самой смерти, но расставания с тем миром, который мы любим. С друзьями, с любимой работой, с деревьями, с солнцем, с луной, с ощущением ветерка, с восходом по утру и так далее и тому подобное. Есть и третий страх. Конечно же, это страх боли. Страх того, что вы не сможете перетерпеть получаемую в ходе жизни боль. Наконец, последний, четвертый страх – это страх невозможности достичь блага или удовольствия. Вот против этих четырех страхов эпикурейство и выдвигает свой тетрафармакон. Буквально звучащий так – не бойся бога, не волнуйся о смерти, зло, то есть боль, легко терпеть, и благо, то есть атороксии, легко достигнуть. Как же учение эпикура доказывает эти постулаты? Во-первых, боги, очевидно, совершенны. Раз боги совершенны, то они счастливы, то есть находятся в состоянии атороксии. Но состояние атороксии, как вы уже поняли, связано с бездействием. Живые существа стремятся к удовольствию только для того, чтобы уравновесить боль. Но если они не испытывают боли, у них отсутствует стремление к удовольствию, отсутствует стремление что-либо сделать. Соответственно, источником всякого действия так или иначе является боль. Но боги не могут испытывать боли, потому что если бы они ее испытывали, они не были бы богами. Или, выражаясь яснее, боги не могут выйти из состояния атороксии, потому что если бы они вышли из него, они не были бы счастливы. Если бы они не были счастливы, они не были бы совершенны. А если бы они не были совершенны, то они не были бы богами. Это означает, в свою очередь, что боги ничего не делают. Богов ничего не интересует. И значит, боги не вмешиваются в дела людей ни при их жизни, ни после их смерти. И, следовательно, нет никакого смысла бояться божественного вмешательства. Конечно, мы бы могли сказать, а что если мир устроен таким образом, что посмертное наказание настигает людей вне зависимости от воли, действий или желания богов. Но мы оставим этот вопрос пока что в покое. И перейдем ко второму страху. Страху смерти. Эпикур говорит, что всякая боль, так или иначе, как и удовольствие, связана с ощущением. Но мертвецы ничего не чувствуют. Значит, в смерти нет ни боли, ни удовольствия. Смерть нейтральна по отношению к благу и злу. Она не является ни тем, ни другим. А раз это так, то бояться смерти не имеет никакого смысла, потому что бояться нужно только зла. Смерть же не есть зло. Мы снова можем задать Эпикуру вопрос, а как насчет того случая, при котором человек боится не непосредственно смерти, но боится расставания с жизнью, то есть расставания с миром, который он любит. И этот вопрос мы пока снова вынуждены оставить в стороне. Третьих, для того, чтобы доказать, что боль легко терпеть, Эпикур исследует природу боли. И говорит, есть два типа боли. Сильная и слабая. Слабая боль, боль, которая легко нам знакома, будь это голод, холод, жажда, усталость или даже просто какая-то физическая боль, может быть болезнь, может длиться долго, но ее очень легко заглушить, ее очень легко уравновесить удовольствием. Голод легко заглушается пищей, жажда водой, а, скажем, болезненные телесные ощущения от ожогов или от каких-то внутренних повреждений легко забываются, если человек занят чем-то другим, занят любимым делом. Беседует с друзьями, работает, совершает прогулку. Что же касается сильной боли, то есть боли, уравновесить которую не так легко, Эпикур и здесь имеет ответ. Он говорит, сильная боль никогда не длится долго. В этом ее главное свойство. А это значит ее очень легко перетерпеть, просто говоря себе о том, что нужно лишь немного подождать, и боль пройдет сама собой. Если же сильная боль не проходит так легко, то ее всегда можно уравновесить сильным удовольствием в виде воспоминаний. Эпикур уверен, что в отличие от боли, полученные удовольствия никогда не исчезают. Их всегда можно вызвать к жизни, вспоминая о них. И значит, если это действительно так, нет такой боли, нет такого зла, которое сложно было бы перетерпеть. Что же касается достижения блага, то есть достижения удовольствия, то у Эпикура и здесь есть доказательство его позиции, согласно которой достигнуть блага очень легко. Эпикур спрашивает себя, откуда берется благо, и отвечает из удовлетворения желаний. Но это ставит новый вопрос. Все ли желания одинаковы, или бывают разные желания? Эпикур делит желания на четыре типа. Есть естественные желания и неестественные. Естественные желания – это желания те же, что и у младенца. Желания еды, питья, отдыха, простого телесного комфорта и так далее. Неестественные желания – это желания, навязанные обществом. Желание быть успешным, быть знаменитым, иметь прекрасное жилище, носить хорошие вещи и так далее и тому подобное. Соответственно, неестественные желания очень трудно реализовать. А вот естественные желания реализовать очень даже несложно. Правда, при одном условии. Дело в том, что естественные желания сами по себе делятся на необходимые и необходимые желания. Обходимые желания – это такие желания, которые, хотя исследуют естеству, то есть желанию насытиться, отдохнуть, удовлетворить жажду и так далее, являются чрезмерными. Иными словами, одно дело хотеть есть, и другое дело хотеть есть лобстера, посыпанного икрой. Одно дело хотеть пить, и другое дело хотеть пить игристое вино из французского региона Шампань. Одно дело хотеть спать, и другое дело хотеть спать на шелковых простынях. Эбикур говорит, что необходимые желания являются проблемой снова, потому что их очень тяжело достичь, а тяжелое достижение означает большое количество боли на пути к ним и отсутствие гарантии того, что эти желания все-таки будут достигнуты. С другой стороны, необходимые естественные желания удовлетворить очень легко, потому что планка для них очень низка. Тот, кто хочет пить, может напиться водой. Тот, кто хочет есть, может есть все, что угодно, все, что употребимо в пищу, для того, чтобы насытиться. Тот, кто хочет спать, может лечь и на солому, чтобы выспаться. Получается, на самом деле, если человек ограничит свои желания естественными и необходимыми, то уравновешивать боль и, следовательно, достигать блага будет очень и очень легко. Конечно, Эбикур не аскет и к эскетизму он не призывает, говоря, что если есть возможность непринужденно достигнуть необходимых желаний или даже искусственных желаний, то есть неестественных желаний, то их не надо чураться. Иными словами, если вас пригласили на ужин, где подают лобстеров, посыпанных икрой, почему бы и не попробовать? Если так получилось, что, сидя у себя дома, вы стали знаменитостью, то так тому и быть. Можно и даже нужно получить от этого удовольствие, дабы уравновесить боли как текущие, так и будущие, и тем самым достигнуть атероксии. Все это время я специально подчеркивал, что перед нами не эпикурейская философия, а эпикурейское учение. И хотя эпикурейское учение и эпикурейская философия совпадают в своих выводах, они не обязательно совпадают в своих посылках. И для того, чтобы продемонстрировать, насколько чудовищны посылки эпикурейской философии, надо постараться ответить на те два вопроса, которые остались неотвеченными ранее. А именно на вопрос о том, возможно ли посмертное наказание не через богов, но через некую божественную машинерию, автоматическую машинерию. И можно ли не бояться смерти, если вы боитесь не столько непосредственно гибели, сколько расставания с этим миром, с миром, который вы так любите. Итак, что же говорит нам эпикурейская философия? Начнем с простого. Эпикурейцы – это материалисты. Они уверены, что в мире нет ничего нематериального. Более того, это материалисты-атомисты. Мир состоит, думают они, из вещей, материальных вещей, которые, в свою очередь, состоят из других материальных вещей. И по этой цепочке мы не можем двигаться бесконечно. Деля вещи на части, мы, в конце концов, окажемся у вещей, которые неделимы. И это атомы. Мир, следовательно, на самом деле состоит не из вещей, которые легко гибнут, уничтожаются или разрушаются, а из неразрушимых атомов. И раз атомы неразрушимы, они должны быть вечны. А учитывая, что мы видим разные вещи и можем двигаться в пространстве, это значит, что помимо атомов мир также состоит из пустоты, которая, в свою очередь, так же, как и атомы, должна быть вечной. И так как атомы, находясь в пустоте, должны как-то в ней двигаться, то есть двигаться случайно, потому что мы не видим автоматического движения атомов в нашем мире, то можно предположить, или, вернее, необходимо предположить, что для того, чтобы атомы смогли создать мир, то есть наш с вами мир, атомов в пустоте должно быть бесконечное количество. А раз атомов в пустоте должно быть бесконечное количество, то и сама пустота должна быть бесконечной. Иными словами, мир состоит только из двух вещей на самом деле. Он состоит из бесконечного количества вечных атомов, движущихся в бесконечной вечной пустоте. Сталкиваясь вместе и потихоньку собираясь в кучи, атомы образуют мир. Но если атомов бесконечное количество, то это значит, что атомы образуют не один мир, но бесконечное количество миров. И так как в отличие от этих миров атомы вечны, это в свою очередь значит, что все миры, которые создаются атомами в пустоте, в конце концов распадаются обратно на атомы, которые затем снова могут собраться в какой-то мир. Это означает, что наш мир случайен, что все в нем случайно, начиная от его создания и заканчивая тем, как он выглядит. А это, в свою очередь, не может не привести к выводу о том, что у человека, как человека, нет никакой цели. Мир не сделан божественным замыслом, потому что мир создан слепыми атомами. И даже если боги существуют, а эпикурейцы ой как сомневаются, что они существуют, они все равно телесны, то есть все равно состоят из атомов. И значит, они погибнут, когда атомы расцепятся. И это позволяет нам ответить на два наши вопроса. Вопрос номер один. Почему не надо бояться божественной машинерии после смерти? И ответ очень простой. Потому что после смерти душа человека, являющаяся собранием атомов, распадается точно так же, как и тело. У человека нет бессмертной, бестелесной души. Его душа материальна и умирает вместе с телом. Поэтому нет никакой даже потенции для посмертных наказаний. Что же касается вопроса страха смерти, связанного с нашим нежеланием расставаться с миром, то это иллюзия. По одной простой причине. Подлинный мир не выглядит, как наш мир. Подлинный мир – это только пустота и атомы. Бесконечная пустота и бесконечное количество вечных атомов. И понятное дело, мы с вами, как конечные существа, не можем не только любить бесконечность. Мы даже не можем ее постичь. А это означает, что мы не можем любить этот мир. Познание этого мира не приводит нас к привязанности к нему. Познание этого мира приводит нас к отчаянию. Потому что мир бессмысленен. И значит, всякое поведение в нем, моральное поведение, высокодуховное поведение, добродетельное поведение, является бессмысленным. В этой ситуации, в ситуации материального, случайного мира, единственное, что мы можем сделать – это утешиться. И единственным утешением оказывается извлечение удовольствий. Оказывается гедонизм. От учения Пикура мы должны перейти к противникам и в то же самое время наследникам гедонизма. К стойкам. Тут есть своя проблема. Дело в том, что нет как таковой стоической школы мысли. Есть три разных стоических школы. Три разных основания школы. Есть классическая стоя, куда в первую очередь входят Зенон и Хрисип. Есть средняя стоя, которая представляет из себя эклектический набор Максим. И есть поздняя стоя, куда входят три известных стоика – Эпиктет, Сенека и Марковрелий. Причем последняя стоя очень плотно связана с христианским учением, в то время как первая стоя очень плотно связана с учением Аристотеля. Указав на эти трудности, мы постараемся проигнорировать их и попробовать суммировать стоическое учение, а лишь затем указать на стоическую философию, то есть снова использовать тот прием, который мы только что использовали в случае эпикурейцев. Итак, стойки тоже обращаются к исследованию природы и видят, что в космосе все состоит из двух вещей – из материи и формы. При этом материя сама по себе не существует без формы. Форма придает материи все ее свойства. И так как все зависит от формы, стойки называют ее логосом или богом, не указывая при этом, что форма нематериальна. Форма материальна и вездесуща. Что же это за бог? Стойки говорят нам, что для того, чтобы понять главное свойство бога, главное свойство логоса, мы должны обратить внимание на тот пик мира, который мы видим. Пик мира – это, очевидно, человек. И человек отличается разумом. Следовательно, бог должен отличаться им же. Бог разумен, ибо он совершенен. И бог присутствует во всех вещах. А это значит, он управляет миром, всем миром. У него есть некий божественный план, разворачивающийся в мире всех вещей. Этот божественный план, естественно, заключается в достижении самого себя, в достижении разумности. Для того, чтобы понять, как бог собирается достичь самого себя или разумности, создавая или наделяя формой все вещи, мы должны снова посмотреть на человека. Стойки говорят, есть три типа высоких существ. Это растения, в которых проявляется ощущение. Это животные, в которых помимо ощущения проявляется импульс. И это люди, в которых помимо ощущения и импульса проявляется еще и разум. Господь достигает самого себя, достигает разумности через существование людей. Это значит, что весь космос, будучи разумно созданным и разумно управляемым, создан и управляем ради людей, целью которых становится, конечно же, достижение разума или то, что стоики называют счастьем в выраженном формуле жить согласно с природой. Жить согласно с природой означает жить согласно с двумя частями природы. С одной стороны, жить согласно человеческой природе, то есть жить разумно, а с другой стороны, жить согласно природе космоса, то есть жить согласно божественному разуму. Давайте посмотрим, что значат эти вещи отдельно друг от друга. Жить разумно означает использовать разум для контроля над ощущениями и импульсами, для контроля над своей животной природой. И делать только то, что велит разум. Это то, что стойки именуют делать нужное, то есть делать разумное. Так для стойков вперед выходит понятие «долго». То есть человек должен знать или разуметь, что он должен делать, находясь в конкретной ситуации, и делать это, а не что-то другое. То есть следовать должествованию изложенному разуму, указанному ему разумом, а не своим импульсом или ощущением. Проще говоря, если вы раб, то вы должны выполнять обязанности раба наилучшим образом. Если вдруг так оказалось, что вы император, вы должны выполнять обязанности императора разумным или надлежащим образом. Тут встает вопрос, а что если человек не хочет быть рабом или императором, оказавшись ими? И ответ стойков здесь переходит ко второй своей части. А именно, жить разумно значит жить в соответствии с природой космоса. Так как Бог находится повсюду, и Бог является разумным, и у Бога есть план, то все события в мире происходят согласно этому плану. А значит, человек совершенно не контролирует свою судьбу. Он контролирует и отвечает только за свои действия, но не контролирует и не отвечает за результаты своих действий. Выражаясь яснее, жить в соответствии с божественным или космическим разумом означает всегда принимать ту ситуацию, в которой ты оказался, следовать, в кавычках, божественному плану, следовать разворачивающемуся божественному разуму. Это не значит, что если вы заболели, то не нужно приглашать врача или лечиться, потому что отсутствие лечения при болезни было бы неразумным, то есть не соответствовало бы человеческой природе. Но это значит, что когда лечение оказывается неудачным, вы не должны расстраиваться и жаловаться, потому что это было бы неразумным, то есть уже не соответствовало бы природе космоса, в смысле космическому божественному плану. Таким образом, жить в соответствии с природой значит делать то, что ты должен, и принимать результаты своих действий такими, какими они оказываются, несмотря на то, насколько плохими, жестокими или болезненными они оказываются. В этом смысле стоики призывают к двум вещам. Нужно быть добродетельным, то есть быть разумным, следовать долгу и нужно быть аппатичным, потому что не нужно расстраиваться, когда следование долгу не ведет к тем результатам, которым оно должно было бы по нашим ошибочным представлениям, по нашим неразумным представлениям вести. Стоик спокойно принимает как смерть близких, так и их успех, как назначение на высочайшую должность, так и приказ совершить самоубийство. Для него в разворачивании божественного плана нет и не может быть ничего плохого. Напротив, в следовании этому плану, разумному следовании этому разумному плану, и скрывается счастье. Конечно же, за стоическим мучением скрывается стоическая философия. И хотя реконструировать ее гораздо тяжелее, чем в философии Пикура, потому что от Зенона и Хрисипа почти ничего не осталось, тем не менее мы можем сказать, что перед нами снова материалисты, причем материалисты и гераклитовцы, материалисты, считающие, что мир состоит из божественного огня. При этом сам по себе мир конечен, то есть он рождается и гибнет, но в своей смерти он перерождается и возвращается бесконечно, повторяясь, вплоть до последней детали. В этом смысле учение стоиков является снова реакцией на материалистскую бессмысленность мира и на его невыносимую жестокость, связанную с материалистической необходимостью переживать одни и те же события снова, 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 снова и снова бесконечное количество раз. В этой ситуации, в ситуации невозможности избежать боли, невозможности избежать страданий, что бы ты ни делал, ответ стоиков кажется, нужно просто расслабиться и наслаждаться поездкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!